Всем привет! Недавно мне попалось видео стримера Вова Братишкина о том, что он установил Linux на свой компьютер. В целом Linux ему не зашел. Подробные его комментарии, если вам интересно, вы можете посмотреть его видео. Так как я являюсь пользователем Linux какое-то время, а также у меня канал про Linux, я решил дать свои комментарии на некоторые моменты из этого видео. В качестве дистрибутива он выбрал себе Linux Mint. И все начинается с того, что он говорит, что он много времени потратил на установку, так как на разном железе каждый дистрибутив ведет себя по-разному. Действительно разные дистрибутивы на разном железе могут не устанавливаться и работать по-разному. У меня так было со стареньким ноутбуком, например, Ubuntu не хотел оставиться. У меня просто во время установки газ-экран и система никак не реагировала. Поэтому мне пришлось тогда установить Debian. Следующее, что он говорит, это то, что приложений из Винды нет на Linux. Но на самом деле их и не должно быть, так как большинство приложений под Windows, а также сама Windows является проприетарными, то есть закрытым кодом, а также платными. А Linux придерживается такому типу программного обеспечения, как Open Source, то есть открытое программное обеспечение. Поэтому если захочется поставить какое-то приложение, придется делать это сторонними средствами, такими как Vine. Это не факт, что нужное приложение заработает. Также ML пришлось воспользоваться терминалом для того, чтобы у него заработал VPN. Тут действительно в каких-то случаях придется воспользоваться терминалом. Но в основном большинство приложений имеет графический интерфейс. Далее у него не получилось создать и руки спуска на рабочем столе. Дело в том, что была использована графическая оболочка Cinnamon, где по умолчанию нельзя этого сделать. Но существуют и другие графические оболочки. Также любую оболочку, которая понравилась, можно поставить в текущий дистрибутив, если она есть в репозитории. Правда делается это при помощи терминала. Также нужная оболочка может выбираться во время установки или идти вместе с образом дистрибутива. Далее драйвера Nvidia он устанавливал через терминал по гайду. На самом деле по умолчанию в дистрибутивах уже установлены свободные драйвера на видеокарту и системой уже можно пользоваться. Проприетарные драйвера нужны, если некорректно работают игры или для специфических задач. Например, монтажа в DaVinci Resolve. А в таком дистрибутиве как Linux Mint, если у тебя видеокарта от Nvidia, достаточно было просто зайти в менеджер драйверов. Выиграть нужную версию драйвера, применить изменения и после перезагрузки систем драйвер будет установлен. То же самое в дистрибутиве Ubuntu и некоторых основанных на них в дистрибутивах. Так же он говорит, что в играх меньше фпс, это действительно может быть так, но тут уже разработчики игр за это отвечают так же. Так же он утверждает то, что пересесть с винды на Linux это как перейти с андроида на айфон. А как тот файл перекинуть, а нет тут такого. На самом деле это не так, и Linux предоставляет полный доступ ко всему и можно делать системой все что захочешь. Ставить любую графическую оболочку, оконный менеджер, устанавливать любую тему. Так же можно менять любые настройки и системные файлы, так как вся система является открытым программным обеспечением. Так же он сказал, что Linux работает быстрее, потому что в нем мало функций. Действительно дистрибутивы Linux потребляют меньше оперативной памяти и работают быстрее Windows. Но это явно не из-за того, что в них нет каких-то функций. По моему мнению, в Linux достаточно функций, а если чего-то не хватает, то можно либо выбрать графическую оболочку, либо расширить текущий функционал. Например, в графическом окружении Gnome существует расширение, которое позволяет добавить недостающий функционал. В одном из видео я уже показывал, что в Windows для того, чтобы переименовывать множество файлов, придется устанавливать программу или писать скрипт. Хотя в Linux это предусмотрено по умолчанию. Также он спросил, есть ли дистрибутив, который похож на Windows. Естественно, Windows и Linux это совсем разные операционные системы. Но на мой взгляд, из тех дистрибутивов, которыми я пользуюсь, то Zorin OS больше похож на Windows. Так как из коробки можно устанавливать Windows программы и расположение интерфейса, похожие на Windows. Также он открыл список всех дистрибутивов и сказал, что ему и жизни не хватит, чтобы понять, какой нужен. Да, действительно, дистрибутивов множество и начинающим пользователям сложно определиться, какой из них использовать. Я думаю, достаточно попробовать несколько основных дистрибутивов, которые наиболее популярны, и все станет понятно. Но что точно станет понятно, так это то, что нужен ли Linux именно мне или нет. А попробовать установить дистрибутив Linux хотя бы на виртуалку и посмотреть, что это такое, я лично считаю, что стоит.